Итак, обозначим в середине схемы наши финансовые счета в виде здания, похожего на банк. Справа в углу нарисуем условно ФНС, налоговую службу. Мы знаем, что она имеет доступ к нашим финансовым счетам. Слева в углу нарисуем человечка, который дает нам, вам за что-то деньги, например, за аренду квартиры. Ему очень удобно делать это путем перевода вам на банковскую карту. А вы, человечек в левом верхнем углу, говорите, не надо мне переводить на карту, я приду в квартиру, посмотрю показания счетчиков и заберу деньги. Но поскольку большинство из нас уже давно не хранит наличность дома, вы с мыслью, что это уже ваши деньги несете их в банкомат, тем самым рассказывая государству, что у вас появились дополнительные финансы. Теперь на схеме нарисуем Центробанк. В конце 2021 года он заявил, что с 2022 года будет контролировать денежные переводы между физическими лицами. Наверняка будет обмен полученной информации между Центробанком и ФНС. Вопрос, с какого момента?